Похороны железного коня на Красноармейском проспекте. Братья-байкеры простились с культовым мотоциклом, который простоял здесь порядка 20 лет, как только появился сам байк-бар. Накануне в местном ТСЖ объявили, что объект необходимо демонтировать. Мотоцикл увезли, а на этом месте байкеры устроили импровизированную могилу. Похороны закончились приездом полиции и снятием отпечатков пальцев. Это такая грустная шутка, грустная ирония такая вот в адрес вообще того, кто это инициировал. Гигантскую скульптуру когда-то установили силами одного из мотоклубов. Это был не только символ байкеров, но и своеобразная фотозона для жителей города. Барнаульский байкер Василий Сафронов, он же дизель, узнал о сносе мотоцикла, когда вернулся с крестного хода и зашел в интернет. Очень был огорчен вот этой вот новостью. Мотоцикл этот был знаковым таким культовым местом для многих мотоциклистов, вообще горожан. Потому что в нашем, по крайней мере, городе мотоциклисты и горожане дружат между собой. Байкеры даже писали петицию с просьбой оставить мотоцикл в покое. По разным данным, эту петицию подписали более 6 тысяч человек. Но бумага оказалась бессильна. Все банально. Территория является придомовой. В администрации центрального района нам заявили, что местные жители сами инициировали эту историю. Жители у нас многоквартирного дома приняли решение участвовать в федеральном проекте «Жилье и городская среда». Провели голосование как среди собственников жилых помещений, так и собственников нежилых помещений, которые находятся в данном доме. Большинством голосов было принято решение о комплексном развитии данной прилегающей территории, которая, к сожалению, в себя включила демонтаж так называемых парковочных стоил для мотоциклов и самого арт-объекта мотоцикла. Накануне символов барнаульских байкеров увезли с проспекта Красноармейского на Водный мир. Теперь это новая стоянка для легендарного мотоцикла. Связаться с собственником арт-объекта, чтобы узнать о дальнейших планах, нам не удалось. В настоящее время готовы оказать содействие по подбору и поиску земельного участка, где бы этот арт-объект мы могли обратно вернуть. Конечно же, необходим сам собственник, чтобы он пришел, написал заявление на комиссию по рассмотрению установки данного арт-объекта на Короленко-65. Так что пока неизвестно, стал ли Водный мир последним пристанищем для объекта. Зато известно, что на месте культового мотоцикла заасфальтируют дорожки, поставят скамейки и урны. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.